Привет, друзья! Снова я в Молодежном. Своё название это село получило совсем недавно, только в начале 70-х годов, а раньше оно называлось просто Совхоз имени Тельмана, который был образован в 1932 году. И до недавних пор, ну скажем так, до 1936 года, это была Харьковская область, Кишеньковский район Харьковской области, а потом постановлением от 1936 года эту территорию передали в Днепропетровскую область Царычанского района. О перечислении Совхоза имени Тельмана у курсадов Интресту Кишеньковского района Харьковской области в состав Царычанского района Днепропетровской области. Несмотря на большую разницу в удаленности Совхоза имени Тельмана от города Днепропетровска и Харькова 87,350 км, филиалов Госбанка 25,55 км и нефтебаз 27,90 км, а также принимая во внимание потребность улучшить дело организованного набора рабочей силы для совхоза на территории Царычанского района приблизить культурное и медико-санитарное обслуживание, телефонную связь и сообщение грунтовыми дорогами, Президиум Центрального исполнительного комитета УССР постановил удовлетворить ходатайство рабочих совхоза имени Тельмана, поддержанное Царычанским РИК, Днепропетровским облсполкомом и Наркомземом УССР и перечислить совхоз имени Тельмана у курсадов Тресту Кишеньковского района Харьковской области в состав Царычанского района Днепропетровской области. Город Киев, 26 мая 1936 года. Председатель Центрального исполнительного комитета УССР Григорий Петровский. Секретарь Центрального исполнительного комитета УССР М. Зиненко. В этом видеоролике вы увидите уникальные кадры. Мне удалось откопать в архивах. Уникальные, ну потрясающие кадры 46 и 47 года. Вот такие архивные видеосъемки вы скоро увидите, досмотрев этот ролик до конца. Структура села такова. Четыре улицы частного сектора и центр. В центре есть как и одноэтажные домики частные, так и двухэтажные, двух-, трех- и даже четырехкомнатные квартиры. Там когда-то давали жителям села. Естественно, бесплатно. Друзья, пока мы с вами продвигаемся к центру села, посмотрите, послушайте небольшую справочку о селе Молодежное. Молодежное – село в Украине, в Царычанском районе Днепропетровской области. Подчинено Цибульковский сельский совет. Но в последнее время для полного решения какого-либо вопроса необходимо ехать в Могилев. Площадь села составляет 0,611 квадратных километров, домохозяйств 258, население 671 человек по состоянию на 2000 год. Сейчас эту цифру можно смело делить пополам. Село находится в двух километрах от левого берега реки Орель. Старое русло направления течения реки, в котором изменено на противоположное, и в трех километрах от Каменского Днепродзержинского водохранилища. На расстоянии 1 километр расположено село Приднепрянское, ранее Родянское, Кобелятский район. Вокруг поселка Большой Садовый массив. В селе действует общеобразовательная школа первого и второго уровней аккредитации, амбулатория общей практики семейной медицины. Раньше было дошкольное учебное заведение «Ягодка», дом культуры, сейчас не работает, сельская библиотека, сейчас также не работает, ОАО «Сады Приорелья» уже не существует. Это школа. Субтитры создавал DimaTorzok Школа была построена в 80-х годах, насколько я помню. Сейчас мы поворачиваем с вами в центр. Субтитры создавал DimaTorzok Это гаражи так называемой «Мехбригады», это территория «Мехбригады», но сейчас это частная собственность, частная территория. Магазин, который тоже уже давно не работает. Вот мы и в центре молодежного. В селе также была, как вы слышали, библиотека, бухгалтерия, вот там вот вдалеке видна столовая, мы подойдем к ней чуть позже. А сейчас мы продвигаемся к сельскому клубу. В селе имелась своя почта. Друзья, а сейчас предлагаю вам посмотреть уникальные кадры кинохроники, о которых я вам сказал в начале. Давайте посмотрим 46-й год, как собирают урожай и отправляют его в областные центры. Обратите внимание на реку Орель. 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 Субтитры создавал DimaTorzok По ней ездили кораблики с прицепленными лодочками. Это старый клуб. Ну как вам архивы? Уникальные, ну вот реально уникальные. Я никогда не мог бы подумать, что там какой-то совхоз имени Тельмана войдет в центральные архивы и будет снят. Ну вот в 1946 году только война закончилась. Уникальные кадры. Но впереди вас ждет еще два уникальных сюжета о совхозе имени Тельмана. Этот клуб был построен примерно в 1965 году. От садов приорелья, скажу так, осталась одна табличка. Ну что, друзья, залезть в окошко. Когда-то я ходил в кино в этот клуб. Когда приезжал ребенком на летние каникулы к бабушке. Да, залез я сюда все-таки. Вот он. Кинозал. Друзья, кинозал. Узнаю, узнаю. Кинозал детства. За моей спиной здесь был экран. Там экран, здесь стулья стояли. Вот остатки. А вход был. Вот дверь. Она прямо на улицу туда открывается. Будка киномеханика. А выходили из кино. Можно сказать сюда, но опять же через ту дверь, через которую входили. Можно посмотреть, что на втором этаже. Ну, думаю, ничего там, ничего интересного там нет. Ну, птичка залетела. Вылететь не может. Какой-то раритет остался. Кассовый аппарат «Эра-101». Природа наш дом. Граждане СССР обязаны беречь природу и охранять ее богатство. Ну, а это новый клуб. Он был построен в начале 80-х. Примерно 82-84 год. Тоже не работает. Состояние вы видите. Мы строили коммунизм и шли к светлому будущему. Неужели это оно? Светлое будущее. Да. Памятник советским воинам сохранился. Кстати, здесь есть перечисленные. Погибшие. Две плиты. Список имен на двух плитах. Это первая и вот вторая. Вероятно, здесь был буст Ленину. Пришло время, друзья, посмотреть еще один архивный сюжет. Давайте посмотрим, как советская гражданская авиация помогала совхозу имени Тельмана с опрыскиванием садов. То есть, раньше привлекали и авиацию, как к опрыскиванию садов. Давайте смотреть эту уникальную хронику. Широко расстеглися садов к Томгородгоску имени Тельмана над Дмитром Петровским. Трудовыми подвигами ствердживают садоводы слово до неделикому стадину. 500 гектарів площади обробляються найновішими засобами радянської агротехніки. В борьбе з сільськогосподарськими шкідниками велику допомогу Радгоспові подає авиація. Директор Радгоспу, учасник Вітчизняної війни, гвардії майор Товариш Чарчинський керуємо витязным господарством. Вже проведено 4-х разове авиаобрискування в снизі площі садів. Агрономи, техніки і садівники зобов'язали стати країні в 1000 тонн високосортних водів. Хорошее видео, правда? Ну а сейчас я иду мимо столовой, сельской столовой. Вы подумайте, а зачем в селе столовая, да еще, скажем так, по сельским меркам такая огромная. Сейчас расскажу. Вот там вдалеке, за деревьями не видно, сейчас мы подойдем, посмотрим. Вот белое здание, там еще была одна, это все общежитие, друзья. Сюда налито приезжали студенты из Днепродзержинска и Днепропетровска на так называемую практику. Собирали урожай. Яблоки, черешни, груши, клубнику. В село приезжало до 400 человек. Представляете, какая жизнь здесь кипела. Приятно вспомнить, честно. Видите, в каком году уже была построена эта общага? Невероятно. Еще до военной постройки. То есть сюда студенты приезжали на помощь совхозу уже в 1939 году. Ну, в этом варианте я могу ошибаться. Возможно, здесь жили колхозники, целяне, люди. Возможно, это здесь первоначально было не для студентов. Могу ошибаться. Также в селе, как вы можете видеть, был и Укртелеком. Ну, судя по полу и по стенам, в принципе, общежитие сохранилось внутри. Неплохо. Субтитры делал DimaTorzok Забор остался до сих пор из моего детства. Ничего не поменялось. Это, друзья, виноделка. Я бы даже ее назвал легендарной. Почему? Сейчас объясню. Именно здесь, именно в этом совхозе имени Тельмана появился напиток под названием Сидр. Помните такой? И стоил он 97 копеек. Бутылка с под шампанского 0,7 и всем этот напиток полюбился. Помните такой напиток Сидр? Именно здесь, именно на этой виноделке, еще раз повторю, совхоза имени Тельмана и появился впервые в Союзе Сидр. Вот потому уже можно сказать легендарная. Но на сегодняшний день, насколько я знаю, виноделка, по-моему, не работает, но могу ошибаться. В селе был свой футбольный стадиончик. Так. 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 жарковато. Да. Видите какие ворота сохранились еще? Была здесь когда-то вода, с нее мы каждый вечер пили воду. Вы поняли, мы сделали с вами такой круг по селу и снова вышли в центр к старому клубу. Ну и пришло время, я так думаю, посмотреть третий архивный видеосюжет о том, как селяне принимали повышенные обязательства по сбору сельхозпродукции. Давайте смотреть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова В.Семкин Корректор А.Егорова Правда уникальные кадры и всматриваясь, всматриваясь в молодые лица этих девушек, правда уникальные кадры. и ребят я останавливаю взгляд и думаю а может быть там моя бабушка молодая среди этих девчонок а может там мой дедушка только вернувшийся с войны и еще раз нажимаю на стоп на паузу и еще раз прокручиваю и смотрю ища знакомые лица давайте еще раз с вами прокрутим и смотримся в лица этих людей друзья ну на этом все вот такой вам исторический видео обзор о совхозе имени тельмана теперь и вы знаете немножко о совхозе тельмана о селе молодежная с вами был виталий пескун и канал vitalway надеюсь ты уже нажал на колокольчик и подписался на канал пока друзья до свидания а